Приветствую вас, друзья, и мы продолжаем играть в группу под названием My Summer Car. Хотел я уже заканчивать все эти многочисленные тесты с использованием поезда, но тут в комментариях наткнулся на очень интересную идею, и сегодня мы с вами будем ее реализовывать. Суть идеи в том, что загнать технику непосредственно в сам тоннель и уже посмотреть, что будет, если проедет поезд. Есть такая вероятность, что транспорт, который будет находиться в тоннеле, улетит куда-то вообще за карту или провалится сквозь текстуры, и непонятно, заспавнится он потом где-нибудь или нет, ну или может все-таки останется на месте, не знаю. В общем, давайте с вами вместе посмотрим, что будет. Возьмем мы для этих целей, наверное, грузовик, он самый подходящий, потому что корч достаточно проблематично засунуть в тоннель, потому что у нас обязательно отвалится глушитель, развалится весь выхлоп, и мы никуда, собственно, не доедем. Я думал также загнать фургончик, но не знаю, он миниатюрный. Хотя, возможно, это даже наоборот к лучшему, чем меньше, тем дальше он сможет улететь. Давайте так, сначала мы возьмем фургончик, будет у нас тогда два маленьких теста. Возьмем сначала фургончик, подъедем к тоннелю и посмотрим, как вытолкнет его поезд при выезде из тоннеля, потому что сначала он будет выезжать из этого самого тоннеля, а потом вернемся за грузовиком, ну, точнее, я просто загружусь, и грузовик мы уже затолкнем на вход. Дождемся, пока поезд будет заходить в тоннель, и вот там точно грузовику не поздоровится, не знаю, куда он денется, просто впилится в стену и, наверное, провалится сквозь нее. Так, ну ладно, давайте все-таки сначала фургончик. Уже все решено. Как раз у нас здесь небольшой запас пивчанского. Так, давайте разворачиваться и глотнем немножко тепленького пива, что может быть лучше. Давно я, кстати, не катался на фургончике, и на нем очень небезопасно ездить, потому что нет ремней безопасности, и тем более никакого каркаса, и он ведет себя очень неустойчиво и неуверенно на дороге. Главное, чтобы меня куда-нибудь не перекосило, и я не вхерачился в дерево, потому что это верная смерть. Даже не знаю. Ну давайте все-таки на третью передачу переключимся. Мне кажется, все будет в порядке. Главное, чтобы его не развернуло, или он куда-нибудь не соскользнул, не съехал. Так, тихонечко. Сейчас доедем, друзья. И тогда сразу, сразу повернем направо и поедем в тоннель. Я надеюсь, мы успеем. До выезда поезда. Должны успеть. Приближаемся уже к путям. Так, быстро. Давайте вторую передачу. Здесь немножко притормаживаем. Главное, чтобы фургончик не перевернулся. Вот сюда вот забираемся на пути. И хорошенько можно уже разогнаться. Главное, в стенку в конце туннеля не вхерачиться. Вовремя затормозить. Потом мы быстро выбегаем из фургончика и смотрим, наблюдаем. Не уверен, что я смогу, успею выйти из тоннеля. Ну, давайте посмотрим, что будет. Так, ну пока никого. Пока можно ехать. Давайте даже четвертую врубим. Надеюсь, я не соскользну. Но хотя будет забавно, если сейчас нам навстречу выйдет резко. Поезд, твою мать! Или вот такое вот дерьмо, например, случится. Так, пожалуйста, держись. Отлично. Все хорошо, друзья. Не переживайте. За меня не переживайте. Хватит, успокойся. Блин, тяжело, конечно, управлять фургончиком. Тем более, ну, вот так вот на рельсах. Так, ну-ка, он выезжает. Вроде как нет. Ну, давайте до конца доедем, ладно уж. Успею я. Должен успеть. Хотя, блин, вот такое ощущение, что он вот-вот сейчас выйдет. Вот секунды две, и он выйдет. Так, давайте заранее тогда дверь открываем. Сейчас выпрыгнем на ходу. Шучу. Так, сделать нельзя, к сожалению. Так, притормаживаем. Хотя, что-то я поторопился тормозить, на самом деле. Так. Ну, все, давайте здесь оставляем. Выбегаем. Так, все, я успел, друзья, выбежать. Ну, вроде он отсюда сперва должен выехать. Надеюсь, что так и произойдет. Да, блин, я просто липну к этой стене. Ну, давайте вот так вот пятиться назад. И наблюдать, ждать. Ну, кстати, и так можно посмотреть. Может, фургончик вылетит куда-нибудь вот сюда. Да, вот я думаю, что он провалится, когда поезд сюда будет заезжать. Что техника провалится куда-нибудь туда или улетит туда, и все, и мы ее не найдем. Так, я уж подумал, я окончательно застрял. Ну, давайте вот так вот, в принципе, и наблюдать. Еще можно немножко отойти. Давайте куда-нибудь сюда отойдем. Что-то пока нет поезда. Ни с этой, ни с этой стороны. Мы, кстати, можем сейчас застать, как он вообще появляется из воздуха. Хотя есть вероятность, что он вообще не проявится, потому что я нахожусь близко к его спауну. Хер его знает. Так, ну с этой стороны нет точно. Здесь по-прежнему тоже ничего. Ожидаем дальше, друзья. Надеюсь, долго ждать не придется. А я спешил, торопился. И похоже, что все зря. Прошло около 10 минут, а поезда все нет и нет. Друзья, это даже как-то странно. Неужели разработчики это предусмотрели? И если подъехать вот сюда вот, к спавну поезда, то он не заспавнится. Нужно обязательно либо отойти, либо не оставлять там вообще технику. Блин, ну это запорит нам весь тест. Давайте попробуем выйти из тоннеля. Посмотрим, подъедет ли поезд. Если нет, тогда попробуем грузовик оставить у входа где-нибудь. Чтобы поезд прям затолкал его туда, в тоннель. Сам-то сделал. Ну, пока бежим, пока бежим, друзья. Не спавнится, к сожалению. Поезд сломался. И теперь я бежать почему-то не могу. Так, все нормально. Вышел я из тоннеля. Дико хочется пить. Надо было все-таки взять с собой пиво. Мы еще можем видеть наш фургончик. Вон, синенькое пятнышко. Но пока поезда до сих пор нет, друзья. Неужели таким образом можно предотвратить спавн поезда? И он теперь не заспавнится. Только, возможно, если я перейду на ту сторону. Давайте здесь еще подождем минут 5-10. Может быть даже 20. Ну, нет, я 20 не смогу подождать, потому что задохну от жажды. Давайте еще 10 минут здесь постоим. Если нет, будем теснить тогда грузовик. Поставим его где-нибудь прямо на въезде в тоннель. Надеюсь, его не подбросят куда-то вверх. Как раз тяжесть нам в этом поможет. И посмотрим, затолкает ли поезд туда, в тоннель, наш грузовик. То есть для этого нужно нам подождать, пока он выйдет отсюда. И потом уже во второй раз приедет с той, с другой стороны. Прождал я до самой смерти от обезвоживания. И поезда так и не дождался. Что-то у меня такое подозрение. Такое ощущение, что это баг какой-то. Давайте еще раз попробуем на фургончике. Да, смотрите, а теперь поезд есть, но я уже не успею, скорее всего, выйти. Ну все, до свидания. Хотя, смотрите, успел, но поезд забрал с собой фургончик, и он никуда не провалился. О, смотрите, отлично. Певчанский вывалился. Ну, давайте теперь его искать. По дороге, смотрите, разбросанная еда. Следы от шин просто в воздухе. Полетел наш фургончик, похоже. Еще еда. Так, мы выходим из тоннеля. И фургончик, по-моему, совсем далеко. Возможно, он запихает его в другой тоннель. Может, он до самого конца вместе с ним поехал. Хрен его знает. Так, ну давайте попробуем выйти. Главное, что поезд заработал, и наши эксперименты продолжаются. Блин, смотрите, здесь он по правой стенке проехался немножко. Можно по следам изучать историю случившегося. Так, здесь след обрывается на потолке немножко теперь. И, возможно, тут он уже вылетел. Так, здесь мы посмотреть не можем. Ну-ка. Тут фургончика нет. Но, по-моему, он дальше, да, его повез. И либо он где-то здесь, либо он уже на другом конце. И не значит мне лень, честно говоря, бежать туда. Короче, хер знает, куда он провалился. Поезд уже едет обратно, а я так и не нашел фургончик. Так что надо, наверное, переходить к тестированию с грузовиком. Пожалуй, мы так и поступим. Ну, отсюда я не вижу. По-моему, фургончика там нет. Возможно, он куда-то подлетел. Вылетел он там за деревья. Я там не сильно внимательно смотрел. В общем, переходим к главному тестированию. Гвоздь программы грузовик. И на этот раз у нас точно должно все пойти по плану. Для начала мы здесь снижаем скорость. И аккуратненько никуда не спешим. Просто едем на третьей передаче. Пока мы подъедем к тоннелю, поезд уже к этому времени должен выехать. И потом мы уже направимся в самый конец. Я думаю, мы вполне успеем. Еще время останется с запасом, в общем. Так, давайте, в общем, не спешить пока. Вот он, выезжает поезд. Мы спокойно едем рядом. Так, врубаем повышенную. И заезжаем в сам тоннель. Да, я думаю, мы успеем доехать до конца. Тем более на грузовике. Его сильно подколбашивать не будет. Так, вторая передача. Все, приехали. Давайте, наверное, ну, подъедем практически вплотную. Где-нибудь вот так. Так, снижаемся. Не знаю. Давайте поставим на ручник. Сомневаюсь, что что-то изменится. Откроем все двери на всякий случай. Так, отлично, чтобы проветрилось. Ну, не совсем посередине, но и так сойдет, я уверен, друзья. Так, ну и все, занимаем первый ряд. И сейчас будем наслаждаться зрелищем. Так, даже не знаю. Вот так вот как-нибудь. Давайте даже чуть-чуть подальше. Вот сюда вот сместимся. У нас есть даже время, смотрите, усесться. Блин, а как у меня так получалось держаться? Что-то теперь нихера не получается. Я соскальзываю со стены. А, вот все. Вот, друзья. И наблю... Нет, все-таки я сползаю немного. Да, господи, это может зацепить? О, все. Отлично. Идеально, друзья. Все. Вы готовы? Я готов. Наблюдаем. Так, а вот и поезд. Блин, я немножко сполз со стены, к сожалению. Но ничего страшного. Так, держимся. Держимся. О, отлично. Зафиксировался. И долгожданный момент. Поезд. Груза. Вик, твою мать. Поезд на этот раз меня задел, друзья. Еще одна попытка. Не знаю, как у меня получилось в прошлый раз выжить. Я тоже же залез на стенку. И на этот раз я решил, в общем, максимально присесть. Максимально сдвинуться к стене, не залезая на нее. Может быть, так повезет. Отсюда все видно вроде как. Все нормально. Так что ожидаем снова, друзья. Ожидаем. Так, вот он. Подъезжает поезд. Пожалуйста. Только не убей меня. Молю тебя. Не знаю. Возможно, он снова меня заденет. Друзья, молимся. Хотя. Нет, смотрите. Даже много еще места осталось. И. Блин, такое ощущение, что наш грузовик вообще взорвался. Я видел какую-то небольшую вспышку. Так, погодите. Где он? Где он? Грузовик нет. Говновоз. Где же ты? Как я без тебя буду? Он, по-моему, исчез, друзья. Просто исчез. Давайте до конца сейчас дойдем. А певчанский, смотрите, оставил мне. Заботится все-таки обо мне. Наверное, придется забраться на стенку, чтобы хоть что-то увидеть. Ну нет, друзья. Ничего нет абсолютно. Даже под тоннелем, по-моему, тоже ничего нет. Мы видим тень от туннеля и все. Больше ничего. Да, похоже, он исчез. Он покинул этот бренный мир. Ну или не знаю. Он ровно под тоннелем, возможно. Но заглянуть я не могу под него. Да, никак не получается. Только так могу смотреть и ничего не вижу. Через стенку бесполезно смотреть. Ой-ой-ой, здравствуйте. Так, спокойно, без паники. Продолжаем осматривать. Да, ничего нет. Короче, он исчез, друзья. Не знаю, заспавнился ли он где-то или нет. Для того, чтобы это проверить, нужно, естественно, пешком преодолеть гигантское расстояние, потратить кучу времени. Но, знаете, что-то не хочется. Я, пожалуй, просто нажрусь, как и любой здравомыслящий человек. А на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok